Смерть в прямом эфире. Сегодня многие водители и пешеходы обсуждают аварию, которая произошла в Казани. 23-летняя блондинка за рулем вела прямую трансляцию в инстаграм и столкнулась с пассажирским автобусом. Съемка за рулем сейчас особый тренд в соцсетях. Наш корреспондент Мария Терехина встретилась с красноярскими блогерами и выяснила, почему они рискуют. Прямо сейчас все кайфуют. Знаешь, это грибы, это популярно. Блогер Лиза, видимо, так кайфует от этой песни, что прямо в водительском кресле устраивает мини-шоу. В программе и песни, и пляски. Такие же видео девушка выкладывает и в социальные сети. Вот Лиза едет с концертом по шахтеров. Игривый взгляд то на дорогу, то в телефон. В инстаграме этот ролик лайкнули более 20 тысяч человек. Да и сама девушка уверена, ничего плохого в этом нет. Я же не безмозглый человек, который будет в опасности для жизни окружающих что-то делать. То же самое, что гранату взять из гранаты, выбежать, сказать, друзья, это безопасно. И выдернуть чеку, да. Ну просто что за... Нужно быть умным человеком. У меня вообще на самом деле нету негативных мыслей в голове. Негативных мыслей в голове не было и вот у этой 23-летней девушки из Казани. Кто чем занят, кто чем занимается, кто куда едет. Это видео начинается как тысячи подобных роликов в соцсетях. Девушка за рулем, подпевая радио, ведет прямую трансляцию. Телефон закреплен на панели автомобиля. Потом резко раздается удар, крик и запись обрывается. Девушка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в автобус, ехавший по встречной полосе. Спасти ее не удалось. От начала трансляции до смерти прошло всего 2 минуты. Между тем, сегодня это популярная схема. Покривляться на камеру за рулем и потом выложить в социальные сети. В инстаграме под хэштегом «Песни в машине» высвечиваются тысячи записей со всей России. Сотрудники ГИБДД рассказывают, уже за начало этого года они поймали 400 любителей поболтать по телефону за рулем. Им выписали штраф в полторы тысячи. Это опасно, это замедляет реакцию водителя, это отвлекает водителя от дорожной ситуации. В нашей практике был случай, когда, наверное, где-то полгода назад девушка, управляя автомобилем, на трассе потянулась за мобильным телефоном и в дальнейшем не смогла избежать столкновения. Произошло лобовое дорожно-транспортное происшествие, лобовое столкновение. Например, британские ученые выяснили, что разговор по телефону за рулем равносилен алкогольному опьянению по степени реакции. Где ключи от дома? Даже такой простой вопрос. По сотовому выяснили зарубежные специалисты в четыре раза сужают пространство, которое контролирует водитель. Так как человек сразу представляет места, куда он мог бы их положить. А это отвлекает от дороги и в результате может произойти ДТП. А вот разговаривать в салоне по громкой связи, гарнитуре или выходить в прямые трансляции по закону пока можно. Однако инспекторы отмечают, по их наблюдениям, такое раскрепощенное поведение за рулем чаще всего приводит к авариям. После увиденного, друзья мои, здесь не только не захочешь что-то там вести в машине, здесь, я не знаю, захочешь просто ничего в руках не держать, да, кроме руля, вцепившись и смотреть там только на дорогу. Мария Терехина, Евгений Шестаков, 7 канал.